Добрый день, коллеги. Мы переходим к творческому отчету Совета молодых педагогов. Все эти молодые педагоги являются членами Совета молодых педагогов. Как вы видите, они достаточно активны. Позвольте нам представиться. Меня зовут Народская Людмила Сергеевна. Я учитель диалоги средней школы номер 8. Работаю уже 3,5 года. Уже вторая половинка пошла. И работаю в медицинскую уже год. Я являюсь председателем Совета молодых педагогов, что является достаточно интересным. Ну и рядом со мной моя коллега. Так, уважаемые коллеги, меня зовут Народская Людмила Сергеевна. Я педагоговщик в школу. А в следующем этапе я делаю 4 года. Работаю я продолжу в данной должности 3 года. Общий педагогический этаж 7 годов. У нас на самом деле Совет действует еще с 2050 года. Но активно мы начали работать только в 2015 году. А в этом году с молодыми педагогами мы придумали эндергию. И название. Название мы SMK Club. Клаб расшифровывается как Камышинская лига активных педагогов. Да, вы можете видеть восходящее солнце, растки, которые под этим солнцем растут, что соответствует молодым педагогам, которые растут под присмотром наставников и других молодых коллег. Я бы хотела задать вам вопрос. Вот задумывались ли вы вообще, почему я выбрала эту профессию? Почему я пришел сюда? Пока вы отрицаетесь за мой вопрос, думали ли вы, почему выбрали именно педагоги, кто будет выпускодателем или учителем или педагогом среднего, высшего образования? Не важно. Почему так вышло? Смотрю, кто-то попал случайно. Случайно, даже если и так, я очень надеюсь, что вам понравилось находиться здесь и жить на следующей профессии. О, всегда хотела. Я тоже считаю, что многие из преподавателей не просто так попадаются в эту профессию, а потому что этого хотят. Ну, или, возможно, кто-то просто заступил, потому что была такая возможность, и потом он заценивался в эту профессию и заценивался в эту профессию. Но я жгу ваши ответы дальше, а мы продолжаем. Итак, каждый педагог вообще задается вопросом, когда приходит первый год. Почему я решила стать учителем? Если кто-то не получается, задается всегда вопросом, выбрала ли я свою профессию? Действительно ли это мое, профессионально ли я? И я молодой, меня никто не понимает, никто не может войти в мою ситуацию. И тут начинает активно помогать совет. Как вы видите на слайде, у совета есть три основные цели. Первое, одна из основных, это советы профессиональной молодости молодых педагогов, да, также удовлетворение каких-то профессиональных и самих запросов в новых предшествиях, да, и молодых специалистов. Ну и, конечно, немаловажное, это закрепление этих молодых специалистов в общей образовательной организации. И, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, вот три цели за мной, какая единственная идея важна именно в городе, не в личном для человека, а именно в городе? Я жду ваши ответы. Как вы думаете, что важнее? Экспоналы рост педагогов, это снижение в общей образовательной организации, да, для города. И мы немножечко пойдем дальше и потом к этому вернувшим. Итак, для того, чтобы помочь педагогам как раз-таки ответить на эти вопросы, у нас есть основные напрагирования работы, да. в телевизоре, помогаем, помогаем, помогаем проводить с милиционными жизни, знакомых вещей. И для этого собираемся помогать в объёме. Это специалисты и образовательной организации, это специалисты и дополнительного образования, и дошкольного образования. При этом каждый год нам присоединяются выпускники, и наш состав пополняется с молодыми специалистами. Но не все остаются через год, иногда даже меньше, чем через год от этой работы, и некоторые молодые специалисты уходят. Так что же наш совет старается делать, чтобы детей молодых специалистов не уходили от нас, а оставались посвящать умы. Итак, всего мы можем выделить три основных компонентов в деятельности совета. И, как вы видите, сейчас первый компонент – это образовательный компонент, и он содержит в себе третий тип работы. Это прохождение мастерской практики, колодичность в деятельности мастерства и конкурса профессионального мастерства. Начнем я с первого сестра, то она проходит в течение первого года работы в образовательной организации, более наставники, можно так сказать, помогают молодым специалистам разобраться в вопросах, которые они возникают. Это и вопросы, связанные с гос, которые выделены, это и технологии, и миссы для обучения, которые миссы учили когда-то в ГУДе, в ГУДе, но почему-то, приходя на работу, не забывая больницу, и как это используют, иногда даже убираются. И вот эта практика помогает мне познакомиться и вспомнить что-то, и также молодые специалисты в каждом году проходят различные практики, где предоставляют свой собственный опыт, в том же время о том, как с участия работе и как раньше работают в течение первого효ра организации, и что они используют для себя в работе. Помочь, ну, освоиться на работе, конечно же, занимает психологическую среду, как правильно рассказать время, как сделать так, чтобы работа не стала цель жизни, да, а там все некоторые вещи нужно оставлять, конечно, на работе. А вот одна из главных решений молодого специалиста, это, что он тратит время на работу и не забывает о том, что он здоровье и уменьшает. Ну, что, естественно, выполняется в конкурсе профессионального бизнеса. В этом году в Казахстане имеется вовремя для тех, кто он здоровья и уменьшает, что он здоровья, и обеспечивает, что он здоровья. Продолжение следует... 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 Каждый год что-то выполняется, появляется и мы немножечко рассказали о том, как работает наш СНС, и раньше сказали, что мы активно общаемся в социальных сетях. Так вот, задать любой вопрос или, возможно, оставить предложение о том, как должен работать совет молодых педагогов. Возможно, у вас есть какие-то интересные идеи или вы можете оставить через социальные сети. У нас есть официальный дипа, как вы видите, она называет СНС-лаб, а также у нас есть страничка в Инстаграм, через интернет-дипа, потому что это есть токан. Конечно, вы можете связаться с нами и перескать, и по реализационной почве. Мы возьмемся на то, где-то заставить у нас свои вопросы, заделить их впечатлениями. Возможно, в какой-то заведении вашей информации о том, о которых вы его действительно создали в жизни. И мы очень рады, что вы провели с нами с ними, спасибо за большое внимание. Если у вас с нами какие-то вопросы, то вы будете нет мы пока не проводим инванаторе, но задумка работы у меня не подробно выразить, чем в инванаторе, потому что в системе, в том числе, 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 в том числе и в том числе. А так вот, у вас работают и на работе работы? Ну, хорошо. Раз вопросов нет, значит, теперь теперь все понятно. Я думаю, что мы не видим, которые в Москве, но и в Киеве, в нашем городе, в Москве, есть молодой педагог, в Киеве, в Киеве, в Киеве. Активное учет. Железный педагог. И в Киеве в Киеве в Киеве. Такой стоит молодой педагог и в Киеве, в Киеве. Это нам действительно точка, большая коммункативная связь, которая является специальности именно молодому педагогу. И найти просто ответы, чтобы иметь интересное, что отходить. Мы хотим это находиться. Это очень интересно. Что-то нам что-то печатает, но нам не печатает. Мы ждем именно ваш комментарий, потому что видим, что вы это делаете. И нам очень интересно и слышим какие-то вопросы. Видимо, да, видимо, кто-то может свою мысль оформить достаточно долго. Мы на этом закончим. Если у вас есть вопросы, еще раз напоминаю, что вы посетили вопросы. Немножко обратитесь к нам через вот эти ссылочки. Спасибо большое за ваше внимание. И надеемся, вам было полезно слушать и узнать о том, как работают наши советы молодых педагогов. И вам удачи! И успехов! Идите! Идите! Все это...